МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров, 24, в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Лучшие из лучших, 15 талантливых детей в педагоге получили награды от главы города. Классная встреча в Дворце детского творчества. Прошло очередное мероприятие в рамках городского проекта. В киноуроки в школах Пушкинка просединилась к всероссийской акции по сбору макулатуры для создания фильмов. Далее расскажем по всем подробно. 2023 год в России, год педагога и наставника. Его символический старт дали в Сарове на церемонии «Лучшие из лучших». Это ежегодное мероприятие, на котором чествуют талантливых детей, которые достигли больших успехов в учебе, спорте и искусстве. В этом году дань уважения отдали и педагогам. Церемония «Лучшие из лучших» в Сарове проходит каждый год в День науки. В центре внимания школьники, которые добились выдающихся результатов в учебе и дополнительном образовании. В этом году акценты слегка сместились, чествовали не только детей, но и их педагогов. Церемония стала символическим стартом года педагога и наставника, объявленного в России. Не бывает неталантливых детей, они, каждый обладает своей изюминкой, но я надеюсь, что вот именно вам повезло с вашими наставниками, что они нашли вашу черту и провели вас сквозь бурю, сквозь неудачи, иногда отеческим подзатыльникам направили на дружный путь. И результат уже здесь. Алексей Сафонов особо поблагодарил учителей и тренеров, педагогов дополнительного образования, тех, кто передает свои знания и опыт, помогает и подсказывает сложной ситуации, делится частичками сердца и души. Награду из рук главы города в этот день получили 15 детей и их педагогия. В конце церемонии на сцену поднялся один из награжденных – Лев Цветков. Дорогие учителя, наставники и педагоги, ваша профессия – самая благородная, сложная и важная. Вы делаете этот мир лучше. Под вашим руководством мы проходим через многие трудности, преодолеваем их и получаем отличный старт для дальнейших свершений. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Большинство из детей участников церемонии отличились не только в одной сфере. Они успешно совмещают учебу, спорт и дополнительное образование, ездят на конкурсы и конференции. Ксюша Зайнина – ученица третьего лица, играет на синтезаторе, любит танцевать, катается на горных лыжах и сноуборде и пятый год занимается в детской школе искусств под руководством Анжелики Ермаковой. Это очень важная для меня награда. Мне очень приятно ее получить. Ее я получила за успехи в вокале. В 2022 году я участвовала в больше, чем 20 конкурсах. В половине из них я была лауреатом первой степени. Эту награду, я считаю, что награду получила не только я, но и мой педагог, потому что если бы не ее упорство и вера в меня, то я бы не была сейчас здесь и не получила бы эту награду. В финале церемонии ее участники сделали общее фото. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Тихий убийца. Гипертония, часто не имея явных симптомов, кроме высокого артериального давления, поражает жизненно важные органы. Сердце, головной мозг, сосуды, глаза, почки. И тянет за собой инсульты, инфаркты и смерть. Как снизить риски развития болезни, врачи КБ номер 50 рассказали на школе здоровья. Гипертоническая болезнь, причина грозных осложнений, острых сердечно-сосудистых катастроф, инфаркта миокарда, инсульта. Из-за повышенного артериального давления может развиться хроническая сердечная недостаточность. Не зря гипертонию называют тихим убийцей. Она подкрадывается незаметно, а ее симптомы легко принять за что угодно, но только не за признаки опасной болезни. Как себя обезопасить и как жить, если болезнь уже есть, чтобы не достичь этих конечных точек, необходимо вовремя профилактировать заболевание. Нужно понимать, что если вовремя предпринимать определенные меры, корректировать факторы риска, ежедневно принимать лекарственные препараты, то заболевание можно справиться. Обилие жирной, жареной или соленой пищи, неумеренное потребление сладости, отсутствие двигательной активности, стрессы, отказ от выписанных лекарств, недостаточный контроль за артериальным давлением. Все эти факторы могут привести к развитию гипертонии. Но самый главный триггер – курение. Курение и сахарный диабет – вас ждет инфаркт или инсульт. Курение и артериальная гипертензия – вас ждет инфаркт или инсульт. А если курение продолжается на фоне состоявшегося уже сердечно-сосудистой катастрофы, уже был в анамнезе инфаркт или транзиторной ишемической атакой или инсульт, и мы уже занимаемся вторичной профилактикой, а вы продолжаете курить, ну, успеха от медикаментозной терапии не будет. В этот раз, помимо постоянных участников школы здоровья, на встречу пришли и студенты Саровского медицинского колледжа. Материал был достаточно интересный. Какую-то информацию я уже знала из того материала, что мы изучаем. На какие-то наводящие вопросы я уже знала ответы. Было очень увлекательно. Я думаю, что каждому горожанину, каждому человеку нужно обязательно побывать на такой лекции, чтобы знать больше о своем здоровье, как избежать проблем со здоровьем. Очень интересная лекция была о отказе от курения, о правильном питании. Я считаю, что для нашего населения это очень нужно знать. К следующей встрече школы здоровья будут посвящены отказу от курения и ожирения. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Сироты с ограничениями по здоровью могут бесплатно освоить вторую профессию. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Это касается тех, кто уже получил образование по профессии рабочего или служащего. Они смогут вновь пройти профессиональное обучение для овладения новой профессией в той же сфере. Кроме того, им будет положено выплаты на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Бывшего начальника отдела МУДЭП осудили за превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. С июня 2020 года по апрель 2021 года при проведении электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов подсудимый от имени МУДЭП умышленно создал условия, при которых контракты выиграла подрядная организация, возглавляемая его знакомым. В результате противоправных действий упущенная выгода ДЭПа составила более 3 миллионов 280 тысяч рублей. Подсудимому назначили наказание в виде двух лет 10 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Волонтерский центр «Радость моя» организует поездку в Потьминский дом-интернат. Руководство учреждения просит помочь его обитателям продуктами питания. Необходимы крупы и макароны, сахар, лук, бытовая химия, канцелярские товары. Все это можно принести на гуманитарный склад по адресу улицы Пушкина, 24А, с пометкой «Потьма». Ориентировочная дата поездки – 12 февраля. Хоккейный клуб «Саров» приглашает болельщиков на очередную домашнюю игру. Матч с давним соперником из команды «Кстова» пройдет в Ледовом дворце 11 февраля. Начало встречи в 13 часов. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале «Саров-24» и в группе «Канал 16 ВКонтакте» для зрителей старше 12 лет. В Дворце детского творчества прошло очередное мероприятие в рамках городского проекта «Классные встречи в Сарове». Гостями-экспертами стали студенты Нижегородского института управления филиала «Аран Хикс», третий курсинг Артем Белавин и второкурсница Виктория Груздева. Через несколько месяцев выпускникам школ придется сделать непростой выбор – куда поступить, какой вуз выбрать? Эти вопросы волнуют многих школьников уже сейчас. Они листают в интернет, читают отзывы, спрашивают у старших знакомых про учебные заведения. Про высшее образование и учебную жизнь лучше всего могут рассказать сами студенты. Поэтому гостями «Классные встречи» во Дворце детского творчества стали студенты Нижегородского филиала Института управления «Аран Хикс», Артем Белавин и Виктория Груздева. Мероприятие прошло под эгидой российского движения детей и молодежи «Движение первых». Самое главное – это подойти очень ответственно к выбору направления и выбирать то, что тебе действительно нравится. Возможно, сейчас ребята чем-то увлекаются и свое хобби можно в дальнейшем преобразить в профессию и работать уже именно в той сфере, в которой тебе круто, в которой тебе комфортно. Студенты поговорили со старшеклассниками об учебе в ВУЗе, о системе специалитета, бакалавриата и магистратуры, о практике в бюджетных и платных местах. В частности, Артем и Виктория рассказали ребятам об институте «Аран Хикс», его особенностях, направлениях и факультетах. Гости поделились своими историями выбора специальностей и ВУЗа. Одна из тем встречи была о том, зачем современные молодежи высшее образование. Это помогает развивать различные навыки и софты, и хардскилсы, потому что у нас в Академии не просто, допустим, студенты учатся, а занимаются общественной деятельностью, научной деятельностью, спортивной деятельностью и благодаря этому развивают свои дополнительные навыки, которые они не получают в ходе образовательной программы. Занимаются спортом, достигают каких-то спортивных достижений, получают разряды спортивные. Классная встреча прошла в формате живого диалога. Старшеклассники задавали студентам вопросы, а самые активные участники мероприятия получили подарки от студентов – символик института РАНХИКС. Ребята, я скажу, что молодцы, мне очень понравилась эта встреча, и, по крайней мере, мне она помогла определиться с выбором ВУЗа. Но после этой встречи я, как минимум, на 100% уверен, что РАНХИКС будет одним из тех ВУЗов, в которые я буду подавать свое заявление. После встречи старшеклассники подходили к студентам и продолжали задавать им вопросы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Как связаны кино и экология? Ответ на этот вопрос подскажет Пушкинка. Библиотека запустила благотворительную акцию по сбору макулатуры. Все собранные средства направят на реализацию всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Подробности далее. «Киноуроки в школах России» – проект, который стартовал в 2015 году с первым детским художественным короткометражным фильмом «За руку с Богом» на тему бескорыстия. После положительных отзывов педагогов и родителей создатели проекта продолжили снимать короткометражки, которые в своем сюжете раскрывают одно из ценностных человеческих качеств – дружба, преданность, милосердие, мужество, патриотизм. Фильмы показывают в школах и других образовательных учреждениях страны. «Киноуроки» создают на средства, собранные от акции «Киноэкология». Наша библиотека тоже ведет работу с этими фильмами. Они вместе с библиотекарем смотрят этот фильм, потом уже обсуждают тему, которая заявлена именно в этой картине. Эти фильмы снимаются на деньги, которые были получены от сдачи макулатуры. Мы присоединились к этой акции». От Нижегородской области также планируют снимать фильм на тему «Любовь». Чтобы внести свой маленький вклад в создание киноуроков, библиотека Пушкина предлагает саровчанам сдать макулатуру в рамках благотворительной экологической акции «Киноэкология». Принести можно картонные бумажные коробки и упаковки, ненужные книги и журналы. Необходимо обратить внимание, чтобы бумага не содержала лишних предметов и вставок, скрепки, фольгу, пластик. Нужно просто сдать ненужную вам макулатуру и принести ее к нам в центральную библиотеку или филиалы на Силкино и на Мозруково. «Эта акция уже стартует с января месяца и длится три месяца. До марта мы тоже собираем. До конца марта, да». Принести макулатуру можно в часы работы в библиотеке Пушкина. Справки по телефону 9-17-40. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 9 по 12 февраля там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно в горах, он стручковый, они его называют. То вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пиргу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 12 февраля с 10 до 18 часов. И только в эти четыре дня выгодная акция. Цветочный мед – 3 килограмма всего за 1 тысячу рублей. Цветочно-липовый – 3 килограмма за 1200. Гречишный – 3 килограмма за 1500 рублей. И липовый мед – 1800 рублей за 3 килограмма. Нет возможности прийти – доставим. Телефон 8-927-064-1390. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА